В нашем районе с рабочим визитом побывали депутаты Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский и Николай Петропавловский, заместитель председателя ЗСК Края, председатель Комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Профильный комитет ЗСК оценил возможности развития первичной медико-санитарной помощи в Славянском районе. Этот вопрос очень важен для славянцев. До заседания депутаты Краевого парламента Виктор Чернявский, Николай Петропавловский и Жанна Беловол, глава Славянского района Роман Синеговский, председатель Совета муниципалитета Григорий Литовко и сотрудники Краевого министерства здравоохранения побывали в двух фельдшерско-акушерских пунктах в хуторах Ханьков-2 и Красноармейский городок. Первый нуждается в полной замене, а второй – новый, построенный на муниципальные средства. Затем состоялось обсуждение вопроса повышения качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи населению района. Как отметил, задавая тон серьезному разговору председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Николай Петропавловский, в национальном проекте здравоохранения и госпрограмме «Развитие здравоохранения» большое внимание уделяется именно развитию первичной медико-санитарной помощи. Это тот уровень медобслуживания, который пациенты получают первым. От его доступности и качества зависит все дальнейшее лечение. Поэтому структурам и службам нужно четко выполнять все запланированное в профильных программах и думать о перспективах развития инфраструктуры населенных пунктов с учетом потребности жителей в достойной первичной медико-санитарной помощи. Ни один населенный пункт не должен оставаться без внимания. Право на первичную медицинскую помощь есть одинаковое, и оно есть у всех граждан. Высопотехнологичная помощь, естественно, она собирается в Москве, в Питере, в Краснодаре. Но то, на что обращает внимание большинство населения, это доступность, качество, наличие персонала, оборудование и так далее, это находится на земле. И поэтому из того количества ФАПов, которые у нас сегодня находятся в Краснодарском крае, а его там, если не ошибаюсь, там около 670, да? 678. 678 ФАПов. Весьма заметная часть находится, плюс-минус, в таком же положении, как и то, что мы видели в Славянском районе. И задача краевых властей, опять же, в рамках всех ограничений, вопреки этим ограничениям, вот слово «крючевое», которое мы сейчас используем, решить эту проблему в максимально короткий срок. Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся работы ФАПов в муниципалитете, в том числе по реконструкции действующих и строительству новых. В качестве опыта, достойного для распространения, назвали инициативу Славянского района по строительству за счет своих средств модульного объекта, который затем был передан Центральной районной больнице, и в нем организован ФАП. Также заострили внимание на нехватке медицинских кадров. Если мы признаем этот проект, который мы увидели в Красноярском районе, типовым, финансированием и так далее, это решит вопросы не только проблемы Славянского района, а многих территорий, тем более здесь и во времени, и в деньгах мы выигрываем. Давайте мы все-таки специальным рабочей группой обследуем возможности нашего филиала по подоке кадров. Если там готовятся в колледже медсестры, сможем ли мы фельдшеров там готовить? Это же тоже выход. Поступило предложение по расширению Славянского филиала Новороссийского медколледжа, чтобы продолжить подготовку фельдшеров. Глава Славянского района Роман Сенеговский выразил уверенность, что по развитию первичной медико-санитарной помощи будет разработана дорожная карта. Он также сказал, что есть малые хутора, где отсутствуют аптеки, а лекарства жителям нужны, необходима их реализация на местах. Чтобы в целом политика корпоративная, Министерство здравоохранения было выстроено таким образом, если мы говорим о людях, говорим о лояльности к власти, чтобы там, где можно было, где нет коммерческих аптек, чтобы все-таки как-то нам сохранить вот эти пункты по продаже хотя бы там 5-7 наименований лекарств, самых необходимых для той или иной территории. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко поблагодарил Министерство здравоохранения Краснодарского края за содействие в решении многих вопросов, в том числе и по здравоохранению. Мы за последние три года у нас 5 объектов первичного звена, 2 мы сделали за счет муниципального бюджета, это какой-то деревянный отдаленный Красноармейский городок, построили, приобрели, вернее, Минздрав, мы помогали в обустройстве хутор Троицкий, это модульное здание Папана, текущим он уже там работает у нас, построили в поселке Целинный облог на одного врача, вот уже начинаем конкурсные процедуры, финансирует Минздрав, мы строим на два врача общей практики в Кутере-Голинце. На примере первичного звена здравоохранения Славянского района кубанские парламентарии обсудили типичные для всех муниципалитетов вопросы. Николай Петропавловский, подводя итоги обсуждения на заседании, сказал, что в соответствующем постановлении будет обобщено, увидено и даны рекомендации по решению имеющихся проблем отрасли. Все прозвучавшие предложения будут изучены для принятия дальнейших законодательных решений. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...